Указ под номером 1111. Единицы в этом четырехзначном ряду цифр символизируют о чем-то важном, срочном и первостепенном. Неспроста именно под этим номером в 2007 году глава Российской Федерации Владимир Путин подписал важный документ о проведении профессионального праздника Дня работника культуры ежегодно 25 марта. Всероссийский день работника культуры сравнительно молодой праздник. В этом году его отмечают в девятый раз. За это небольшое время он сумел объединить духовную элиту нашей страны. Библиотекари, музееведов, работников клубных учреждений, деятелей кино и театрального искусства. Как говорится в одной известной фразе, культура это мера человечности в человеке. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день материальные блага стоят выше духовных. Поэтому всех людей, кто всецело живет, работает и посвящает свою жизнь культуре, можно смело назвать настоящими энтузиастами и альтруистами. Это совершенно замечательное, уникальное событие, празднование Дня работника культуры. Потому что если в стране и в городе нет культуры, то ничего другого не будет. Все начинается с развития, с внутреннего развития человека. А человека формирует правильное его развитие культура. Праздничная программа началась с вручения благодарственных писем от администрации городского поселения Одинцова людям духовно-нравственных профессий, библиотекарям, музееведам, ведущим специалистам клубных учреждений и художественным руководителям творческих коллективов. Приятным сюрпризом для собравшейся в зрительном зале творческой интеллигенции стал спектакль антерприза под названием «Императрица». В роли гордой и величественной Екатерины Второй выдающейся актрисы театра и кино Людмила Черсина. Существует много специальных профессиональных праздников для разного рода творческих профессий. Всероссийский день театра, библиотекарей или кино. Но теперь День работника культуры объединяет всех воедино, что является лишним поводом собраться вместе, чтобы приятно провести время и поговорить о высоком. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.